Такая вот погода, сегодня 4 января, самое время погреться. Приехали на термальные источники. Вот это та самая скважина, через которую поступает термальная вода, она здесь 45 градусов. И вот там вот такая ванночка, купаются люди. Вот здесь целая очередь из машин, по очереди все окунаются. Сейчас будем переодеваться. И тоже сюда. Все работает, все нормально, ничего не закрыли. Есть раздевалка. Все готовы? Нет. Готовы, готовы. Сейчас будем пробовать нырять. А пока мы ждем своей очереди, я вам немного расскажу об этом источнике. Температура термальной воды на выходе составляет порядка 45 градусов. А в состав горячей воды входит йод, бром, натрий и соль с высокой концентрацией, что и придает ей лечебный эффект. Много лет назад здесь построили купель для всех желающих, кто хочет испытать на себе термальные воды. По трубе сюда вода затекает, в два отверстия она вытекает прямо в поле, из-за чего образуются болото, а часто и целые горы мусора. Это единственный, наверное, минус свободного посещения этого места. Что-то она так пахнет, да? Я не могу. Где там ступеньки? Вот тут. Так, давай я тебе поставлю вот это дело вот так. Давай сюда поближе. Она воняет как керосин. Она соленая. Зима, январь, новогодний, четвертый января 21-го года. У-ху-ху! Раздеться и прийти. Ой, класс. Фермальную водичку. Класс. Вот так вот земля греет воду. Обалдеет. А, баба, 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 что? Потому что я в шуме. А, глядясь я. А, вышел из машины. Луки тоже вышли из машины. А, дисок что же? Ой, что-то такое. Земля какая. Всё, все-таки соблазнился, ребёнок. Соблазнили тебя, да? Вот что он сума делал. Залазь тут ступеньки. 画 23. Давай. О, тут и дальше. Вот там. Всё, все залезли. А-а-а. Ура! О-о! Тепло. Теплая, да? Убако, давай на ступеньку. Этот источник находится возле села Новая Жизнь Джанкойского района. По угуглив информацию в интернете, я нашла сайт Крымской газеты, где описывается ситуация по этому источнику. Проблема в том, что эта земля, где находится источник сельскохозяйственного назначения, является частной собственностью. И не просто находится в частной собственности, а именно по госакту, выданному при Украине для выращивания сельхозпродукции. То есть с этим и связана сейчас проблема использования этого участка в рекреационных целях и приведения его в порядок. Сам собственник находится где-то в Санкт-Петербурге и делать ничего не хочет. Поэтому государство хочет его, местные органы власти хотят либо обязать его привести все в соответствие, либо отказаться от данного земельного участка. Горячий источник на окраине села Новая Жизнь пока не входит в число наиболее известных природооззоровительных достопримечательностей Крыма. Но как естественная здравница, популярен у туристов и местных жителей. Едут люди сюда по бездорожью без конца. Машины, мы даже когда приехали, было три машины, мы были четвертыми. Когда уезжали, приехал целый микроавтобус людей. С одной стороны, пока этот горячий источник не оборудован приличной инфраструктурой, с другой, именно по этой причине туристы посещают его бесплатно. Понятно, что вернуть заброшенный участок с источником из частной собственности в казну муниципалитета или республики будет очень непросто. Надежду на развитие рекреации в Джанкойском районе дают еще две скважины в сельском поселении Медведевка. Там в районе села Предмостного, там есть еще одна скважина, она законсервирована. Есть земельный участок 200 гектар сельхозного значения в госсобственности. Поэтому местные власти рассматривают этот вариант под инвестиционную площадку. Четвертая скважина тоже в Предмостном. То есть, есть еще две скважины с рекреационным потенциалом, говорит глава администрации Джанкойского района. С 2020 года между Минприродой Крыма, администрацией Джанкойского района, а также сетью автозаправочных комплексов, существует соглашение о развитии геотермальных источников, создание на их базе объектов рекреации, повышение туристической привлекательности Джанкойского района. Пока эти источники малоизвестны массовому туристу, некоторые из них в плачевном состоянии, а ведь вполне могли бы стать точкой притяжения для региона и обеспечить круглогодичный поток отдыхающих. Тем более, что развитие Крыма, как круглогодичного курорта, одна из приоритетных задач республики. Идея развития геотермального источника не новая. Сегодня на территории Джанкойского района есть порядка 4 геотермальных скважин. Одна из них – Медведевки. Успешно используется для отопления объектов социальной инфраструктуры. Это школа, детсад, дом культуры. Температура воды и скважин 80 градусов. Кроме того, эта вода очень богата йодом и другими минералами. В отделе экономики Джанкойского района есть заключение о том, какое содержание йода и других компонентов в ней содержится. Посетив этот источник, у нас сложилось двоякое впечатление. С одной стороны, мы побывали среди зимы, на действительно горячем источнике, в котором очень комфортно. Мы понимаем, что здесь действительно целебная вода. С другой стороны, это просто голое поле, среди тумана, никакой инфраструктуры, ну и присутствие рядом достаточно большого количества мусора подпортило впечатление. Вода сама по себе имеет небольшие черные хлопья, имеет характерный запах просто керосина, присутствие нефтепродуктов очевидно. Но пообщавшись с людьми, которые здесь постоянно купаются, мы понимаем, что людям этот источник действительно придает сил, энергии, здоровья. Все довольны посещением данного источника. И для местных жителей, которые проживают здесь рядом, это, конечно, очень хороший способ для оздоровления, причем бесплатный. Наши дети получили массу положительных эмоций. Они тут нанырялись, как бы мы их не сдерживали, но все равно наглотались этой воды, ничего с ними не случилось. Шапки были все мокрые у них, но им это настроение никак не испортило. По поводу того, что брать с собой, когда сюда едете, ну, конечно же, нужно брать какие-то такие старенькие полотенчика, чтобы потом хорошо вытереться, потому что запах очень такой навязчивый, сильный. После того, как вы оботретесь, чтобы могли это все грязную одежду собрать, убрать в сторону, а что-то такое тоже не очень праздничное надеть на себя, чтобы доехать домой и там иметь возможность помыться и уже переодеться. Все, что вы привезете и снимете с себя, явно будет требовать тщательной стирки. Просушки и проветривания. Специалисты рекомендуют принимать такие процедуры не более 15 минут, чтобы это действительно служило в лечебных целях и не нанесло вред вашему здоровью. Также необходимо знать о противопоказаниях, таких как сердечные заболевания и другие. Теплые! Классные! Грязные! Грязные!